Глава региона Даниил Ахметов на совещании поднял важный вопрос для области – это наступление отопительного сезона. Отметим, что в этом году не наблюдалось ажиотажа при реализации угля, поскольку работы по подготовке осуществились заранее, а население приобрело топливо еще до наступления холодов. Акимы городов и районов, а также специалисты областного управления ЖКХ и энергетики должны внимательно проанализировать социальные объекты в районах на предмет потребления электроэнергии и возможности перевода с электрического отопления на твердое топливо. Об этом сообщил в ходе совещания глава региона Даниил Ахметов. Для этого необходимо четкое технико-экономическое обоснование и расчет предположительных затрат. Так, например, в Катон-Карагайском районе из 36 школ 32 отапливаются электричеством. В месячный срок нужно подготовить всю информацию. Необходимо рассмотреть и вопрос о том, где можно увеличить мощности имеющихся котельных. По отопительному сезону все хорошо, достаточное количество угля. Город Ускименогорск не допустил проблем прошлого года. Все вовремя сделали, открыли дополнительные пункты продажи угля. Так и, Джахслав Мукас, продолжайте. Значит, то, что касается тепла, правильно сделал город Ускименогорск. Значит, всем остальным уже не ждать, незамедлительно давать тепло на все объекты теплопотребления. Я повторяю, на все объекты теплопотребления не ждите. Давайте тепло. Это критически важно. С тем, чтобы вот эти ближайшие дни, послезавтра будет ночью до минут 7. Поэтому сегодня, завтра и все в ближайшее время запускайте тепло. Всем Акимов взять на контроль вопросы, связанные с дебиторской и кредиторской задолженностью ваших коммунальных предприятий. Внимательно управление энергетикой, внимательно проанализировать. И на следующее совещание внести мне данные по вопросам, связанные с кредиторской и дебиторской задолженностью. Также в ходе совещания обсудили вопрос сдерживания цен на социально значимые продукты. В регионе продолжается совместная работа акиматов, депутатов и мониторинговых групп, которые проводят рейды в торговых точках. Так, в Усть-Каменогорске от населения поступило 32 жалобы на завышенную стоимость. Есть информации от жителей города Алтай, Курчумского и других районов. Алексей Сафонов, Анна Мацепулу, Алтай, Акпарат.